Привет друзья, это уже 833 выпуск интересных новостей из мира железа и всяких прикольных технологий. Поэтому заваривайте чаёчек или кофеёчек и полетели посмотрим, что же у нас произошло новенького. Из первых слухов о будущих продуктах NVIDIA мы знаем, что она может наконец-то перейти на чиплетные GPU. И как минимум таким может быть чип GB100 поколения Blackwell. Однако интересный нюанс в том, что Blackwell это замена линейки Hopper. То есть речь идет именно о ускорителях вычислений и чиплетных чипах, а не каких-нибудь игровых видеокарточках. Что касается самого чипа GB100, то он как и GH100 может получить те же 8 кластеров GPC или к примеру чуть больше 10, но ядер CUDA там будет больше. Отразится ли все это на видеокарточках RTX 5000 пока можно лишь гадать. Но я напомню, что полтора года назад начинали ходить слухи, что RTX 4000 должны быть чиплетными, но они все таки оказались монолитными, как и Hopper. Ну а данной же информацией поделился инсайдер Капита Сим Кими. И он кстати добавляет, что в структуре модулей GPU произойдут существенные изменения, но какие именно не уточняются. Немного же позже в сети начали появляться первые данные и о видеокарточках RTX 5000. И в частности они касаются модели, которую условно можно назвать RTX 5090 и которая будет заменой для нынешней 4090. Уже эту информацию поведал инсайдер, который в свое время первым поделился утечками о параметрах и производительности таких моделей как 4080 и 4070 Ti. И вот тут внимательно. Он утверждает, что от 5090 стоит ожидать увеличение количества блоков относительно 4090 примерно на 50%, увеличение пропускной способности памяти на 52%, объема кэш-памяти GPU на 78% и увеличение частоты на 15%. Совокупно же все это приведет к росту производительности примерно на 70%, что очень впечатляет на фоне и так сверхпроизводительной 4090. Однако я думаю вы заметили, что я в названии ролика четко написал, что не стоит ожидать каких-то 70% прироста от 5090. И сейчас объясню почему. Дело в том, что задолго до выхода RTX 4090 многочисленные слухи и утечки приписывали ей примерно двукратный прирост производительности относительно предшественницы. Но на практике хорошо, если это будет 50%. Если проводить аналогию с теми утечками и представить, что с 5090 будет примерно та же история, то можно ожидать реальный прирост около 40%, что тоже в принципе неплохо, но это не какие-либо 70%. Поэтому лично я бы относился к этой информации очень скептически, потому что мы это слышали уже кучу раз перед выходом 3090 и кучу раз перед выходом 4090. И вот теперь опять мы слышим от инсайдеров о 5090. Причем, что самое интересное, что и огромный прирост производительности, что и чиплетный дизайн приписывали видеокарточкам RTX 4000, а теперь это все приписывают следующему поколению. При всем при том стоит помнить, что до выхода RTX 5000 остается еще где-то годик, если Nvidia будет придерживаться своего цикла обновления видеокарточек. Поэтому это очень ранняя информация о производительности. Друзья, ну а если вы хотите выгодно покупать комплектующие или периферию, то сейчас это лучше всего делать на мегамаркете. Например, тут можно недорого взять топовый 2К-монитор от Xiaomi и подключить его к отличной видеокарте RX 7900 XT в исполнении Sapphire. По процессорам, думаю, стоит остановить свой выбор на 13600KF, ведь с бонусами спасибо, это прям отличное предложение. А вставить его можно в томогавк, питальника которого будет за глаза. Ну а если же вы хотите долговечную клавиатуру, то рекомендую присмотреться к вот такой вот модельке от MSI. Я такой пользуюсь уже где-то года три, и пока что нареканий к ней у меня просто нету. Ссылочки на все лежат в описании. Сама Nvidia рассказала о новом обновлении Cyberpunk, где были добавлены DLSS 3.5, трассировка пути и реконструкция лучей. Благодаря использованию трассировки пути практически все источники света отбрасывают физически корректные мягкие тени. И в Nvidia убеждены, что игроки должны оценить улучшенные тени с большей глубиной и детализацией. Специалисты Nvidia утверждают, что в совокупности полная трассировка лучей прямого и глобального освещения дает геймерам самое совершенное освещение в реальном времени, которое когда-либо существовало в играх. Что же касается DLSS 3.5, то он появится в Cyberpunk вместе с обновлением игры 2.0, которая выйдет 21 сентября, то есть уже завтра. Ну и в целом все отличия в технологиях можно разглядеть на скриншотах, которые публиковала сама Nvidia. А Cyberpunk как и был платформой для тестов, так и остался. Компания Asus сообщила о старте продаж самой цыганской хорошей Broke Matrix RTX 4090 Platinum, но она не рассчитана на рядового геймера. Стоимость этой видеокарточки составляет $3200, что вдвое дороже эталонной версии RTX 4090. И по сути это самая дорогая игровая видеокарточка на чипе AD102. За такие сумасшедшие бабки эта видеокарточка сможет вам предложить самые высокие частоты из коробки. И по сути Asus стала первой компанией, которая решила использовать в игровой серии в качестве термоинтерфейса жидкий металл. Что касается энергопотребления этой ROK Matrix Platinum, то оно заявлено в 500 Вт, однако при желании его можно увеличить до 600 Вт, что является пределом для 16 пин. Что еще интересно, эта видеокарточка недавно поставила мировой рекорд разгона, правда не с комплектной водянкой, а под жидким азотом. А сама Asus выпустит даже специальную версию этой видюхи, которую подписал сам глава Nvidia Дженсен Хуанг. В общем, видеокарточка явно не для рядового обывателя и уж точно не для легких энтузиастов. Эта модель скорее всего для каких-нибудь оверклокеров, которые хотят выжать из своей видюхи абсолютно все. Кроме прочего в сети появилась целая пачка новостей от компании Intel. И сначала рассмотрим обычные новости, а потом уже перейдем к новым процессорам Meteor Lake. Итак, Intel без лишнего шума добавила в свой ассортимент чипсеты Wi-Fi 7 BE200 и Wi-Fi 7 BE202 с поддержкой технологии Wi-Fi 7. Если что происходит это на том фоне, что официально этот стандарт еще не был принят, но Intel его уже выложила. И максимальная скорость заявлена равной 5 Гбитам в секунду. Еще интересно, что как минимум у Intel указано, что новые чипсеты будут поддерживаться как Windows 11, так и Windows 10. Хотя ранее ходили слухи о том, что Wi-Fi 7 работать в Windows 10 просто не будет. Поехали дальше. Компания Intel еще представила одну из первых в отрасли стеклянных подложек для технологии упаковки нового поколения. Как говорится в пресс-релизе, это революционное достижение позволит продолжить масштабировать количество транзисторов и усовершенствовать закон Мура для создания приложений, ориентированных на обработку данных. Эти особенности позволят создавать высокоплотные и высокопроизводительные пакеты микросхем и повышать плотность транзисторов. И в частности стеклянные подложки дадут возможность упаковывать больше чиплетов на меньшей площади. Правда, Intel говорит, что находится на пути к поставке на рынок полных решений для стеклянных подложек во второй половине текущего десятилетия, то есть ждать минимум еще пару лет. Кроме прочего, глава Intel Пэт Гессингер рассказал, что компания тоже планирует использовать в своих процессорах дополнительную кэш-память, как в чипах AMD с кэш-памятью 3D-VCache. Но нам четко сказали, что подходы обеих компаний в вопросе реализации этой технологии будут различаться. И в процессорах Meteor Lake ее не будет. Однако она находится в разработке и в перспективе будет использоваться в процессорах Intel для разных сегментов. Еще в рамках конференции Innovation Intel рассказала о планах, связанных с выпуском будущих потребительских процессоров в течение ближайших двух лет. И производитель собирается выпустить серии Arrow Lake, Lunar Lake и Panther Lake. Lunar Lake продолжат использовать чиплетный дизайн, который начнется с Meteor Lake. Но основные чиплеты с ядрами процессоров Lunar Lake будут выпускаться согласно техпроцессу Intel 18A, то есть 1,8 нанометра. Но фишка в том, что Lunar Lake, как и Meteor Lake, которые выйдут в этом году, будут представлены только в мобильном сегменте. А чипы Arrow Lake появятся не только в мобильном, но и в настольном. Причем, что еще интересно, Пэт Гильсингер во время презентации показал ноутбук, работающий на базе процессора Lunar Lake, и подчеркнул высокую энергоэффективность новой архитектуры при работе с EE. И также компания официально сообщила, что производство следующих процессоров новой серии Bunter Lake начнется в первом квартале 2024 года. Однако эти чипы появятся не ранее 2025 года. Ну и перейдем, пожалуй, к Meteor Lake, которые Intel наконец-то официально представила и назвала революционным шагом вперед. Самих моделей и характеристик нам не раскрыли, но зато теперь мы знаем, что эти процессоры выйдут 14 декабря. Но учитывая, что это мобильные процессоры, пока не совсем ясно, как они могут выйти на рынок. И вполне может быть так, что ноутбуки с ними появятся уже в следующем году. Что касается встроенной графики Meteor Lake, то она опирается на архитектуру XE LPG, которая является производной от XE HPG, которая в свою очередь используется в видеокарточках Arc Alchemist. Топовые Meteor Lake получат GPU с 8 ядрами XE, и это ровно столько же, сколько у настольной A380, которая потребляет 75 Вт и немного отстаёт от 1650. И если встройка в Meteor Lake предложит хотя бы приблизительно такой же уровень производительности, то это будет лучшее решение на рынке встроек, которое обойдет даже Radeon 780M. Да и кстати вполне возможно, что следующее поколение портативных игровых консолей будет опираться именно на процессоры Core Ultra. Хотя это вряд ли положительно скажется на ценах. Еще чипы нового поколения Meteor Lake будут включать в себе не только CPU и GPU, но и дебютировавший в этой линейке сопроцессор NPU или Neural Processing Unit. Наличие вот этого NPU в чипах Meteor Lake позволит ноутбукам локально, то есть без обращений к какому-то облаку, обрабатывать ПО на базе ИИ, например Stable Diffusion, или основанные на языковых моделях какие-то чат-боты. Говорится, что эта подсистема помогла в 8 раз повысить энергоэффективность в рабочих нагрузках с искусственным интеллектом. И кстати, Intel уже демонстрировала работу этого сопроцессора на выставке Computex, но тогда он назывался VPU. Ну а этот же конечный NPU входит в состав сок чиплета процессоров Meteor Lake и включает в себя два движка Neural Compute Engine, каждый из которых можно занять собственной рабочей нагрузкой или заставить трудиться над одной крупной задачей. Из красного лагеря в сеть попали слайды из презентации процессоров Ryzen Threadripper Pro 7000. И благодаря им мы теперь знаем, что эти CPU появятся на рынке до конца осени. Новые CPU принесут повышение производительности относительно предшественников на 20%. И в данном случае видимо имеется в виду однопоточная производительность. Кроме прочего теперь подтверждено, что топовая модель действительно будет иметь 96 ядер, как и родственный ей флагман из серверной линейки Epic Genoa. Сама AMD сравнивает грядущий флагман с 56 ядерным Xeon W9 3495X. И разница тут просто впечатляет. 657 секунд против 1125. Судя по всему игровая консоль PlayStation 5 Pro, которая ожидается в следующем году, будет доминировать на рынке минимум четыре года, потому что следующее поколение иксбоксов сейчас нацелено на 2028. Эти данные обнаружили в документах Microsoft, которые связаны с делом против FTC. И там нет точной даты выхода новой приставки, ибо еще слишком рано. Но как минимум в качестве ориентира Microsoft целится в 28 год. При этом глава иксбокса Фил Спенсер прямо говорил, что у Microsoft сейчас нет планов по выпуску улучшенного иксбокса актуального поколения. А ранее мы слышали, что компания воспринимает XSX как промежуточное поколение. То есть в теории, если PS5 Pro выйдет, то с 2024 по 28 год она не будет иметь прямого конкурента. А что касается PS6, то ранее мы видели, что она ожидается не ранее 27 года. И на этом моменте ролик подходит своему завершению, поэтому не забудьте оценить его лайком или дизлайком, а также подписывайтесь на мой канал, если вы еще вдруг не подписаны. За финансовую же поддержку через бусте я говорю всем огромнейшее спасибо. До скорого, друзья.